В совещании по вопросам бюджетной и экономической политики Сочи приняли участие профильные министерства и ведомства города и края. По объему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Кубани, курорт сегодня занимает второе место среди всех 44 муниципальных образований региона, озвучил статистику вице-губернатор Игорь Калась. Еще по целому ряду показателей, курорт сегодня дает цифры выше среднекраевых, но потенциал для развития еще есть. Есть 15 показателей, по которым мы характеризуем любое муниципальное образование практически по всем. На сегодняшний день Сочи занимает места выше среднекраевых. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса это не единственный приоритет. И я хочу обратить на внимание то, что мы выделили на стратегии, это конечно же строительство, это жилищно-коммунальная сфера и конечно транспортный комплекс. Сочи сегодня это конечно уже достойный конкурент крупным и европейским центрам и по политическому весу и по экономическим перспективам. Дорогу нужна стратегия. Стратегия именно та, которая будет воспринята обществом, бизнесом. Мы можем одновременно и стратегию социально-экономического развития разрабатывать, и одновременно ее увязывать с актуальной редакцией генерального плана. Существующий генеральный план курорта, то есть документ, на основании которого ведется планировка и застройка территорий, уже утратил свою актуальность. По поручению губернатора из краевого бюджета в следующем году выделят средства на корректировку генплана Сочи. Еще одна точка роста для социально-экономического развития курорта, отметили на совещании, это более активное участие в госпрограммах. Наблюдалось за ряд лет недостаточное участие в государственных программах, на что глава города всем структурным подразделениям администрации поставил задачу на 2020 год войти максимально во все государственные программы, по которым происходит субсидирование из краевого бюджета различных направлений реализации мероприятий. Это позволит нам привлечь дополнительные ресурсы в бюджет города Сочи и реализовать многие социально значимые мероприятия и проекты. Также на совещании проанализировали работу мэрии в области закупок и рассмотрели направление оптимизации расходов местного бюджета. Еще одна из задач, поставленных руководством края, наладить системную работу по выявлению и погашению задолженности по зарплате на предприятиях курорта. Из 370 миллионов рублей по краю более 150 миллионов должны сочинцам.